нужен ли русский суппорт при пересадке волос интересный вопрос без однозначного ответа я даже запустил голосование на своем telegram канале чтобы узнать ваше мнение поэтому если интересно и хотите поучаствовать и желательно чтобы вы поучаствовали переходите на мой канал в описании есть под видео есть описание ну и более того там есть мой личный контакт для личных вопросов и так расскажу себе расскажу себе прошел уже месяц с того момента как я сделал пересадку волос до этого выбирал из десятка клиник ту где собственно и сделал операцию первый десяток клиник как раз отпал из-за своего скажем так пофигистического отношения ко мне как клиенту максимум чего можно было от них добиться это отправку ленивого знаете шаблонного текста фото или видео о клинике и часто любой мой вопрос как бывало в этом деле оставлял их недопонимание и ставил их скажем так в тупик складывалось ощущение что я общаюсь не с человеком а просто с роботом некоторые из них очень плохо говорили на английском и было понятно что даже небольшое использование литературного английского языка ведет их google translate а это им было лениво ну и вообще как бы коммуникации человеком который вы не ну скажем так сложно общаться зачем это нужно следующий фактор сама клиника пусть я прожил последние десяток лет в англоязычной среде и разговариваю на английском свободно но во время самой операции мне хотелось иметь рядом именно русскоязычного человека который будет заботиться скажем так обо мне пока я прикован кровать и даже не вижу что происходит там с моей онемевшие от анестезии головой а именно так все и было сам же персонал клиники разговаривал постоянно только на турецком языке я иногда спрашивал своего ангела девушку которая была со мной рядом о том что они обсуждают и хоть понимал что там опять-таки у меня наверху на голове происходит но и пожалуй самое важное пост операционный период клиников которые я например делает дает гарантию и годовое обслуживание само собой после операции у меня возникали и возникает до сих пор куча вопросов и куда мне стоит обращаться конечно же к моему ангелу суппорту из клиники девушки которая знает все моей голове кто присутствовал на моей операции кто был рядом и знает все нюансы и мне хотелось получать год не просто шаблонные фразы из копипаст знаете а живое осознанное общение понимание того что мой ассистент точно понимает мой вопрос и решение совет которая нам не выдает на сто процентов именно решает ту или иную ситуацию они просто знаете вот ну обычно спрашивают вот это обычно спрашивает вот это и обычный ассистент просто копипастом ты пересылает всякую ерунду скажу честно после операции я еще больше углубился в тему сохранения ведеющих волос их восстановлению различных технологий методики до сих пор это все изучаю каждый день мне кто-то пишет и делится своим опытом или просто просит совет и мне хочется быть компетентным именно поэтому я все больше изучаю вопрос и часто обращаюсь именно к своему суппорту получил бы я такие консультации человека которые у которого менталитет другой язык тоже другой вряд ли говорю я так так как иногда общаясь с другими клиниками которые между прочим некоторые из них ориентированы на дорогих клиентов от 2 до 5 тысяч евро и что самое интересное во многих случаях они вообще не знают что такое быть лысыми как это все работает у них есть текст которому их учат и собственно это и есть граница их компетентной компетентности это просто молодые волосатые но с волосами ребята которые решили подзаработать и никакого понятия компетентности в этой области у них нет ведь они не лысые не планируют всю жизнь в этом работать для них это просто шабашка но это мой опыт и мое мнение а что вы думаете об этом все мои исследования ход за ростом волос после пересадки все системе волос на моем канале youtube оперативная информация ответы на вопрос нашей дискуссии в телеграме это все именно в телеграме который есть в описании видео там вы можете все увидеть ну и как вы заметили на ю тубе в комментариях мы также с вами общаемся через именно комментарии ну и не стесняйтесь пишите мне в личку если у вас есть какие-то вопросы и предложения что-то интересное чем их можете поделиться я с удовольствием это мы подискутируем с вами и я возьму на вооружение возможно уже следующий выпуск я именно об этом расскажу всем ребятам чтобы не только я это знал ну и все мы так что подписывайтесь спасибо за вашу активность как видите канал постепенно набирает обороты больше активности но конечно давайте хотя бы сделаем первую там две сотни подписчиков для начала и опять-таки спасибо вам пока ну конечно же я вам покажу вообще что мне происходит с волосами прошел месяц чуть больше месяца и у меня на самом деле все это вся эта краснота спадает все это выравнивается видите только здесь еще не больше есть покраснение сейчас мне должны выпадать волосы то есть они вот вроде бы вот здесь вот постепенно начинают выпадать но принципе вот тут еще как бы многое на месте но вообще вот это вот сейчас самый такой период когда все должно выпасть называется он шоковая терапия и потом уже начнет все расти ну и конечно я вас буду уже ставить в курсе и будете смотреть как это все вырастает у меня насколько это все будет колоситься будущем и так что не пропускайте все самое интересное только впереди ну и конечно также те кто планирует операции я вам рекомендую обязательно посмотрите видео которые я уже записал я думаю они все очень полезны так как иногда собственно не освещают такие темы которые которые скажем так неудобно озвучивать клиникам виду всяких обстоятельств но лучше вам об этом знать поэтому смотрите и о